всем привет друзья вы на канале с миру по пиву приветствую вас в недрах филиала секретной лаборатории изучения пива сегодня у нас будет интересный обзор пивцеринов из республики карелия обратите внимание друзья мои жужмуй жужмуй чешский пилснер прямо такое хорошее какое-то вот на мой взгляд ругательство жужмуй ляскеля вайтсен бесовые следки я сначала сказал что-то бесовые следки на самом деле бесовые следки саур xpa ну и кариела викинг вассал вассал квейк друзья мои сброженное пиво на квейковых дрожжах быстрые дрожжи которые выбраживают просто все моментально и очень мощно хотя начальная плотность 16 процентов погнали джем и поставьте пожалуйста этому видео лайк и подпишитесь на канал ваша поддержка очень помогает мне потому что я сам в одну каску просто творю все вот эти вот видосы обзор в дзене сам все фотографирую сам записываю видео сам все монтирую то есть сто процентов авторский уникальный контент если что-то не понравилось никогда не поздно будет ваш лайк убрать и отписаться от канала обратно всем крепко жму руку погнали друзья мои наш подписчик из петрозаводска замечательный человек нам приславший уже ряд вот этих интересных певцеринов пивоварни вот товара не остановился и решил нам отправить еще четыре интереснейших на его взгляд ну и на что же певцерина жужму ляскела бесовые следки и кариела викинг вассал мы конечно же с удовольствием ипполит матвеевич никогда не отказывается от приятных и вкусных посылок говорит конечно хочешь прислать присылай затестим сделаем расскажем все как есть с этим пивом и вы знаете вот интересно первый сегодня певцерин это будет жужмуй это чешский пилснер друзья мои это прям вот интересно это прям прикольно как вот в петрозаводске видят любимый стиль мой и ипполита матвеевича тоже обратите внимание жужмуй чешский пилснер 12 процентов плотности 4 8 процентов алкоголя 22 айбью что у нас написано на этикетке а на этикетке пивоварни вот товара всегда очень интересные истории и легенды указаны самом сердце белого моря расположена группа из двух островов большой и малый жужмуй основа лежат на одном общем мелководье берега островов за исключением северного берега острова большой жужмуй окаймлены осушкой это один из самых интересных и труднодоступных островов в белом море необитаемый оазис посреди бурлящих волн острова богаты хвойным лесом есть пресная вода красивейшие пляжи и утесы здесь сохранилась аутентичное кладбище маячников и деревня добытчиков ламинарии множество птиц и самое интересное один из красивейших маяков севера который и в настоящее время продолжает надежно служить мореплавателям обеспечивая безопасность плавания в южной части белого моря друзья мои вот прикиньте какое интересное описание вот этих двух прикольных островов благодаря которым вот это пиво получилось свое название жужмуй открываем наливаем обратите внимание жужмуй чешский пилснер и он да действительно очень похож на чешские пивцарины он такой темный абсолютно не похожий на немецкие пилсы которые такие светлые прозрачные здесь чувствуется добавление конечно же карамельного солода какого-то может быть интересного плотная пенная шапка очень так все это гармонично и красиво выглядит жужмуй друзья мои обратите внимание кстати говоря какие пузыри в этом пиве ведь есть такое народное поверье если есть пузыри значит пиво-то классное слушаем аромат пробуем вкус аромат приятный солодовый и вы знаете он мне почему-то больше напоминает венский лагерь и какие-то оттенки интересные толстовости какой-то поджаренного может быть хлеба солода очень приятно чуть-чуть карамели хорошо приятный аромат абсолютно не похожий на чехию в плане того что здесь нет никакого диастила такой на эти маслянистости никакой нет в целом достаточно интересно при этом вы знаете может быть даже есть чуть-чуть травянистого хмелька пробую вкус а вот по вкусе может быть да что-то и есть сладость солода чуток карамели и такая травянистая хмелевая горчинка достаточно питка достаточно легко интересно и вкусно 12 процентов плотности ну в какой-то степени может быть и да вполне себе напоминает до на чешский пилс я его не назову выдающимся я его не назову плохим вполне себе нормальное пиво хмелевая горечь есть в послевкусе такая достаточно накопительная вкусно горько интересная ляскеля вайцин друзья мои обратите внимание вайцин из-за республики карелия 13 с половиной процентов плотности 5 и 5 процентов алкоголя 0 5 литра все тут четко открываем наливаем с виду вполне себе такой мощный классный вайцин ляскеля небольшой поселок в карелии является одним из первых заявленных мест северного побережья ладоги название которого переводится как река по которой спускаются к озеру древние карелы из этих мест присвоили поселению такое название отнюдь не случайно ведь если спускаться по течению реки я не сиоки то в итоге можно выйти к ладожскому озеру ляскеля впервые упоминается в поземельной книге карельского уезда на 1618 года составленной шведами сразу после захвата северного приладожья обалдеть 13 с половиной процентов плотности 5 и 5 процентов алкоголя друзья мои вайцин обратите внимание слушаем аромат пробуем вкус аромат очень классный полностью характерный именно для хэффи вайцена для пшенички друзья мои здесь очень приятный баланс банана и гвоздики таких пряностей прикольных очень так все хорошо и приятно выглядит пробуем вкус приятная насыщенная пшеничка прям хорошая и вы знаете она плотная она такая содержательная нажористая блин выглядит все это дело намного приятней пшеничек из красно-белого реабилитационного центра такой же бананчик такая же гвоздика приятно солодовое тело кислинки здесь я не замечаю это прямо плюс прикольно хотя кислинка на данному стилю вполне себе даже соответствует небольшая хорошо приятно классно отличная вещь ляскеля молодцы карелы супер бесовые слитки друзья мои сар xp и 15 процентов плотности 5 процентов алкоголя 27 айбью открываем наливаем обратите внимание какая красота без карамельного солода здесь судя по всему не обошлось давайте почитаем что же за бесовы следки такие на берегах студеного белого моря есть удивительные каменные книги ставленные нам нашими древними предками эти книги полны загадок и тайн беломорские петроглифы артефакт древних цивилизаций который дает нам уникальную возможность прикоснуться к вечности по нижнему краю скалы тянется цепочка из следов босой ступни они заканчиваются фигурой так называемого беса стоящего с группой фигур ученые считают беса хозяином или божеством а скалу с рисунками местом жертвоприношений ухты как интересно обратите внимание друзья мои какая красота вот блин молодцы какие пивоварня вот товара вот это же так классно когда ты свои какие-то родные места распространяешь с помощью самого знаменитого и популярного во всем мире напитка пиво друзья мои слушаем аромат пробуем вкус аромат очень приятный он хмелевой чувствуется хмель сюда не пожалели карелы хмеля прям приятного такого хмелька на цитрусово тропического хвойности есть немного хотя может быть это я нахожусь в хвойном лесу сейчас с ипполитом матвеевичем пробуем вкус вкус очень мягкий такой приятный чувствуется совсем такая небольшая кислинка но у нас здесь есть вы знаете приятный такой напиток обалденский карамельное тело обрамленная хмелями интересными ну и конечно же вот такая чуть заметно аккуратно кислинка прикольно но вот прям саурелем каким-то я не назову sour xp и интересно я до этого такие стиле не пробовала пробовал саурель а именно кислики а здесь ну небольшая кислинка безусловно есть интересно имеет место быть вкусно приятно классно молодцы карелы ну и последний финальный певцарин у нас сегодня карела викинг вассал вассал квейк друзья мои сброженное пиво на дрожжах квейк которые очень быстро сбраживают певцарины плотность 16 процентов 5 и 8 процентов алкоголя 22 айбью обратите внимание это меня только что сожрал вот так вот вот открываем наливаем ну здесь все достаточно пенно карамельно темный такой достаточно певцарин хотя заявлен как светлый но определенно карамельный карельская наследие викингов в уцелевшем фрагменте утраченной ныне саги о скелдунгах говорится о правителе викингов канунги и воры широкие объятия он вместе со своими воинами упоминается во фрагменте о канунгах приходил кирилле а ботнар что переводе означает карельские заливы где тогда начиналась страна канунга радбарда блин серьезно прямо мощно и круто обратите внимание как это внешне выглядит слушаем аромат пробуем вкус аромат друзья мои очень сложный он такой знаете дрожжевой здесь именно вот эти вот квейки играют какую-то видимо мощную какую-то свою роль весьма интересно сладковато карамельно при этом при всем есть еще знаете что такие какие-то может быть отдаленные элементы копчености что такое и небольшая кислинка еще есть в аромате очень оригинально пробуем вкус а во вкусе то копченость друзья мои прям офигенный такой какой-то очень сильно похожий певцерин на раубир копченость мощная простите пожалуйста овода убил мощнецкая копченость во вкусе сладость солода и послевкусие хмелек очень интересный вассал квейк прикольно оригинально молодцы карелы классные штуки делают блин и самое главное особенно приятно вот лично мне в уральцу то что люди они позиционируют свой край благодаря вот этому замечательному и вкусному интересному безусловно пиву молодцы красавцы просто друзья мои сегодня у нас был обзор певцеринов из республики карелия мы пробовали жужму и ляскеля бесовые слитки и конечно же карелла викинг интересные певцерины безусловно очень на такие классные аутентичные прикольные было бы замечательных конечно когда-нибудь попробовать в карелии замечательно они бы там я так уверенно зашли бы на берегу какого-нибудь интересного красивого моря и кстати здесь у нас на урале моря нет и они заходят точно так же вкусно и интересно спасибо нашему подписчику за такой классный подгон присылай дружище нам еще такие певцерины мы с удовольствием будем моих тестировать и дегустировать и рассказывать как оно есть на самом деле никаких дефектов у этого пива нет оно все интересно как я уже сказал аутентично и достаточно вкусно подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии обязательно нажимайте на колокольчик чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на канале с миру по пиву всем добра и мира увидимся пока